всем привет с вами профессор березовский добро пожаловать на мой новенький видеороле в поклывайте мобайл друзья наконец-то мне прислали на внутриигровую почту долгожданного гоуста скрытность которого мне выдали за привязку аккаунта activision к игре прислали мне на почту его еще вчера но заберу я сейчас специально на видео перед вами давайте заберем эту награду и вот он ура ура ребята реально долго ждал потому что разработчики обещали это уже давным давно и не прошло и полгода как они все-таки прислали мы их его на почту хотя тем кто привязывал только что новичкам им присылали практически сразу а вот старичкам ждали прям до последнего и в последнюю очередь прислали ребят честно скажу я не выкусил в чем фишка почему его так ждали прям рьяно потому что его ждали как будто бы легендарного никто посмотрите на челюсть например вот этот скиндок вас челюсть посмотрите на ghost вот этот вода мрачный и ковбой честно вот мне нравится челюсть вот этот скин больше чем скрытность потому что я вот так смотрю а почему его так ждали а в чем был ажиотаж я не понимаю go скрытность это голос в колготках серьезного втягивающих колготках типа и мне больше нравится челюсть ну не знаю ребят точнее я не выкусил серьёзно вот сетевой игре да Типа, понятно, в королевской битве я вам покажу, как он выглядит там, да, как он играется, как он бегает, передвигается и так далее. Его размеры, то есть, все это я вам покажу. А вот в сетевой игре, ребят, так как мы играем от первого лица в сетевую игру, я ставлю себе вот этот Гоуст, челюсть на комплекте Стив 25. И мне он больше нравится, чем скрытность. Потому что, посмотрите, вот тут как вот челюсть, да, выглядит, там типа у него плащ и так далее. И как, типа, выглядит это наш новенький скрытность. Ну, мне лично странно, лично мне. Не знаю, как вы, ребята, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Как бы, ждали ли вы этот скин, действительно ли он для вас топовый, понравился ли он вам. Как бы, вот такие вещи напишите. Мне очень интересно, потому что сколько из вас реально его ждали, ну, прям сильно, так, чтобы с ним играть на постоянку. Потому что мне он, ну, не то, чтобы прям сильно зашел, в отличие от других. Есть Гоуст и получше. Так, давайте я вам покажу, короче говоря, его в королевской битве. И все-таки, чтобы замесы были нормальные, пойдем на Алькатрас вот сюда, собственно. Ну, вот так он выглядит, то есть сбитый, в принципе, неплох, неплох. Но я уже выразил свое мнение, что если сравнивать всех Гоустов, мне больше нравится челюсть. Вот этот вот скин, точнее формат скина. Формат. Или разновидность Гоустов, как угодно говорите. Так, ну, в принципе, неплохо. Красавчик, реально, красавчик, чисто такой олдовский. Реально, ну, прикольно, прикольно. Есть в этом некий шарм. Хотя, мне больше все-таки нравится, если сравнивать все скины, то вообще легендарный ник, это мне больше нравится. Вот, ну, в принципе, этот Гринч неплох. Ну, в общем-то, я думаю, это уже вкусовщина, ребят, пошла. Кому что, кому-то реально пойдет вот реально этот Гоуст. То есть, в принципе, я считаю каждому свое и о вкусах не спорят. Вот, я просто выразил свое мнение. Так, ну что, здесь как-то странно, никого и вышку мой занял тиммейт. Как-то это безумно странно, потому что обычно сюда прилетаешь, во-первых, здесь мясо происходит у нас на крыше тюрьмы. Опачки, минус первый сразу же. Вот, а во-вторых, обычно вышку занимают либо эту, либо бодонапорную. И все, и снайпер там, и сидит, и сидит, родной, и отстреливает. Ты такой думаешь, матерь божья, ну как так можно играть, типа? Так. Вот, мне очень часто, почему-то бывает, не везет на АК-47. То есть, я не знаю, почему прилетаешь, просто облутываешь все, абсолютно все. И думаешь, хоть бы калаш, и постоянно его не находишь. Я не знаю, почему с чем это связано, но у меня частенько такое, что мне просто тупо не везет. Все пушки попадаются. ХВК, миротворец попадается, АСМ даже попадается. И я с ним хорошо отыгрываю именно вблизи, потому что АСМ достаточно мощная пушка. Она мощнее, чем калаш, именно по урону, который вблизи сносит. Но, если говорить о зажимах на даль, то, блин, понятное дело, что зажимы на даль, это вот только калаш, который я только что подобрал. Лай, красота, ребята. Это, знаете, короче говоря, похоже на то, что ты сейчас обругаешь, да, типа обругал. Ой, какая мучка. Ну, вы знаете, вы уже видели, да, что я выбил из ящиков, короче говоря, этот калаш. И, серьезно, я даже не хочу с тыковой отыгрывать легендарным. Ну, потому что это дисбаланс, ребят. Это просто, это, я не знаю, разрабы такие подумали. Хм, а почему бы нам не запихнуть чит за донат? Типа, почему бы это нам не сделать? Такой дикий дисбаланс. Чтоб игроков, которые не донатят, либо у которых денежек не хватает, да, там, или, может быть, школьники, у которых, ну, правда, типа, денег нет. И у родителей не хочется на эту фигню просить, типа, и не сливают деньги на игры. Чтоб они их бомбило от этого, типа, вот. Я не знаю, зачем так делать, но, ладно, оно как бы есть. Факт фактом, оно есть. Разрабы так сделали. Вот, поэтому мне теперь даже не хочется с легендарными калашами отыгрывать, ну, потому что это дисбаланс. Это шестой модуль, я не знаю, ну, это просто дерьмо. Ну, по-другому это не скажешь, ребят, вы сами все видите, сами все понимаете. Вот. Так вот, про калаш, это знаете, на что похоже, типа, реально, ты такой, пожаловался, написал записку Деда Мороза, там, не знаю, да, там, реально оставил кучу жалоб, и тут такой разраб, типа, ну, точнее, игра, 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 не разраб, а игра. Такая, типа, ну, держи калаш, ладно, типа, ты жаловался, такой, ныл, ныл, так, да, ныл, по факту. Ага, ну, давай, держи калаш. Это иногда радует, реально, иногда приятно. Что-то не зря, типа, начинал ныть. Так, адреналин, чем мы подобрали, надо бы себе... Надо кольнуться, надо кольнуться обязательно, потому что в королевской битве не кольнуться, это, как бы, это плохо, это неправильно. В королевской битве все колятся, все наркоманы. Причем каждый раз, типа, под адреналинами все. Вы просто представьте, реально, реальную жизнь, вы идете по улице, да, допустим, ну, тут в лобби 40 человек, а в обычный 100. Едете по улице, и все на улице, типа, под адреналином. Вот, примерно так выглядит королевская битва в Калабдюзе. Все под адреналином, все наркоманы вокруг. Вот, забавно, на самом деле. Кстати, кто-то писал, я не помню, ребят, кто конкретно, я не могу вспомнить, потому что от вас прилетает комментариев, ну, по тысячу в день, короче, еще и в личку вы мне пишете. Тоже у меня личка засорена, там, не знаю, под 30 сообщений в день, и только в одной соцсети, типа, там, в Телеграме, например. А еще есть другие соцсети. А кто-то мне писал, что, типа, Березовский, ты же, типа, не играешь с АК-117, и, типа, говорил сам, что это плохая пушка. И я такой думаю, мать-терь божья, а как вообще люди ролики-то смотрят, как это, ну, как они слушают вообще? Я не понимаю. Я всегда говорил, что, да, типа, при зажимах АК-47, это имба имбущая, и никто никогда в этой игре, ну, как бы, на данный момент не способен имбовать так, как калаш на всех дистанциях, именно универсально. То есть, и вблизи, и на средней, и на дальней, и на снайперской дистанции, там, прям вот на всех, с таким уроном, с таким зажимом. Типа, есть М4, да, который зажимает, но у нее настолько урона не хватает, убого, что, блин, я не знаю. Вот. Поэтому с АК-47, в принципе, очень трудно в этом плане сравниться. Но я всегда говорил, что 117-й при зажимах от бедра лучше и точнее, чем калаш 147-й. Гораздо. То есть, если вот я сейчас, видите, подобрал легендарный 117-й, это я сделал чисто на ближней дистанции. Залетаешь в здание, берешь 117-й и хреначишь от бедра. Все. Пух, пам, имба. Все. То есть, я всегда это говорил и говорю сейчас, что, как бы, если у меня будет выбор, вот сейчас, если выскочит, да, противник, типа, лучше бы его забрать со 117-го, чем с 47-го. Я это признаю, то есть, нет такого же, типа, я такой фанатик, ой, 47-й, 47-й. Нет, ребят, надо признавать объективно, что ближняя дистанция, да, от бедра лучше со 117-го зажимать. Проще, удобнее, лучше, как хотите говорить. Так, а ну-ка, опаньки, вот это я поймаю. Так, там мы его нокнули. Обидно, обидно, потому что он далеко от меня. Да и вообще они все далеко, как бы, и ничего и не сделаешь особо. Так, вот тут кто-то стреляется, ну, ладно. Ладно, уж пойдем, пойдем на дроп. Пойдем заберем свою мета-сборочку на 47-й с псевдоколлиматорным прицелом. Ну, блин, как сказать, ну, это правда, это, конечно, скин такой, да, и у него такая мушка, по сути, это мушка. Но это коллиматор, я вам уже говорил, я вам уже объяснял за эту ситуацию, что говорите как хотите, но это коллиматор, по-любому. Как у Хабара, как у этого, у РПД, да, типа, ну, блин, это коллиматор у орбиты. Так, кто-то, я вот вижу, тут, 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 где он, вот где он, то есть, как бы, аааа, где-то здесь, нет? Да тоже не... А, всё, 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 вот где-то вот здесь, где-то вот здесь, всё. Понял, осознал, опачки, через куст. И такой, типа, чувак, бля, он читер вообще, как он меня увидел, типа, через куст. Иногда бывают такие ситуации, реально, когда просто немножко не вдупляешь и не осознаёшь, а как тебя забрали, ну то есть, а как, вот как он увидел. Ребят, решает звук? Я в этом случае говорил, что если вы немного не догоняете, как именно вас забрали, не догоняете, как обнаружили, что вы именно там, ребят, в большинстве случаев это звук, поэтому на него опираться прям must-have, я считаю. Самое глупое решение в моей жизни, просто забраться спокойно по лестнице. Ну это самое глупое в моей жизни, правда, потому что в этой ситуации, пока ты ползёшь, на тебя 3000 раз могут забрать, и по факту ты будешь виноват. Но, как бы, я люблю совершать необдуманные поступки, это весело, это разнообразно. Когда ты тупишь, ты набираешься скилла, то есть, когда совершаешь такие ошибки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, третий бронечерик сидит, ой-ой-ой-ой-ой, опасно. И засел, и сидит, и сидит на этой крыше, молодец. Так, ну давай, короче, адреналин зафигачимся, броня третья есть, патроны есть, давай обойдём вот так сбоку и покажем ему, что так делать нельзя. Ни в коем случае так делать, опа, ну давай, бэмс, и как бы вот бэмс, всё, точно в голову. Челик такой, блин, я же на крыше сидел, у меня только башка торчала, как он это сделал, типа, как так? Ребят, а всё просто, если у вас калаш в моей сборке абсолютно без отдачи, который стреляет в одну точку, как М4, то можно делать и так, можно делать и жёстче даже. То есть, можно даже на снайперской дистанции сносить, как бы, неплохо. Не скажу, что это, типа, идеально и так делать надо, нет, на снайперской дистанции берите снайперку. Ну, по факту, по-хорошему, но факт фактом всё равно, это делать можно. Можно, возможно, в некоторой ситуации даже приятно, что, типа, такой, ты перестрелял снайпера и зажал. Это уже проблема снайпера, что он тебя не снял с голову, это уже его проблема. Хотя, по-разному. Так, а ну-ка, сколько здесь народа, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хорош, хорош, вот это мы постреляли. Ребят, и вот скажите мне, пожалуйста, после такой ситуации, что не надо ставить увеличенный магазин на АК-47. То есть, вот реально, я вот сейчас встретил, значит, троих или четверых, которых забрал с одного зажима, вот так вот, да, с калаша. И вот после такой ситуации, реально, скажите мне, что не нужен увеличенный магазин на АК-47, потому что у меня осталось 4 патрона в обоиме. И по факту, получается, я потратил, типа, 46. И даже 40-ка мне бы не спасла, пришлось бы перезаряжаться. А вы, прикиньте, было бы 30 патронов, значит, я бы вот забрал, там, допустим, двоих, например. И всё, и пришлось бы перезаряжаться. И другой перс, при наличии хорошего скилла, он бы осознал и понял, что, опа, типа, меня зажимают, и пошёл бы зажимать меня. И в этой ситуации он бы меня, скорее всего, забрал на перезарядку. Но меня вытащил увеличенный магазин в этой ситуации. Поэтому, ребят, слушайте, слушайте внимательно лекции и не пропускайте. В общем, ребят, скин прикольный, годный, но не самый крутой, не самый лучший. Поэтому всем огромное спасибо за просмотры, огромное спасибо за поддержку. И всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok